Шалом друзья, с вами как всегда я майор и сегодня я вам расскажу о том, как придумать свой собственный, оригинальный и неповторимый никнейм. Разберем все ошибки, основные правила и узнаем откуда можно брать идеи для никнеймов. А я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос. А спонсор этого видео группа Free Fire, у них работает бот, в котором вы сможете совершенно бесплатно получить настройки почти что на любой телефон. Там реально есть почти что все телефоны, кому интересно пишите им все ссылки в описании. Сначала, ребята, мы пройдемся по основным ошибкам, а потом уже по правилам и уже в самом конце разберем то, откуда брать идеи для никнеймов. И первое, ребята, ник должен быть максимум двухсложный, больше двух слогов, ребята, не используйте и желательно максимум 6 букв. Потому что, ребята, в любом случае, если у вас будет длинный никнейм, ваш никнейм в игре, там в игровых моментах проговаривайте полностью не будут. Вот, допустим, у меня никнейм майор и его всегда все полностью проговаривают и сокращать тут особо, ребята, не сократишь. У меня, в принципе, это, можно сказать, идеальный никнейм. Ни в коем случае не добавляйте к никнейму цифры, ну это, в принципе, очевидно и понятно. Тут, я думаю, объяснять не стоит. Далее, ребята, ни в коем случае не добавляйте всякие гейм, плеер, там, про-плеер. Также, бывает, добавляют ТВ, там, Ютуб и так далее, но это, ребята, уже такое себе. Лично, как по мне, это застаряет визуальное пространство, ну а так это, типа, больше как пиар-ход, наверное, работает или что-то типа того. Также, ребята, вы должны обязательно учитывать то, что вас по этому никнейму будут звать абсолютно постоянно. И если вам будет неприятно или же вашим собеседникам не будет приятно вас постоянно так звать, то, ребята, этот никнейм сразу отбрасывайте. Также, ребята, желательно, чтобы все произносили ваш ник одинаково, не изменяли ударение, не выбрасывали всякие разные буквы. А для этого, ребята, просто не допускайте столкотворения всяких там согласных. И также я советую не ставить особо там какие-то жесткие такие шрифты. На самом деле, сейчас вот в идеале на данный момент вам уже ставить просто-напросто стандартный шрифт, потому что, ребята, сейчас горение, реально шрифты прям грамотные, ребята. Так что, как бы, используйте и реально выглядят вот адекватно. Вот посмотрите, как у меня никнейм пишется, как у других пишется. В принципе, ничего плохого. Раньше, ребята, да, был, конечно, позор, но сейчас уже прям реально окей. И сейчас, наконец-то, разберемся, откуда уже брать основу вашего ника. Очень многие, ребята, говорят почему-то брать никнеймы всяких там игр, сериалов, фильмов и так далее. На самом-то деле, в принципе, это вариант нормальный, потому что они там уже как бы проработаны, звучат нормально. Но зачастую, реально очень зачастую они заезженные. Но если у вас есть какие-то идеи там по замене буков там всяких, каких-то словосочетаний, то можете использовать, конечно. Но, ребят, скорее всего, ваш ник уже будет каким-то заезженным. А вот, ребята, реально годная тема, до которой я догадался, изменять название всяких брендов. Понимайте, самый фундамент в образовании, в создании всякой компании, это придумать название. Без этого вы уже никуда не пойдете. И очень многие компании на это вбухивают столько денег, ребята, вы просто не представляете. Именно из-за этого у них уже все очень грамотно проработано. У них он запоминающийся, нераздражающий. Например, ребята, я для своего сагильдийца совершенно случайно нашел такой вот ник Хевлетт. Мне он просто-напросто выпал, как на подсказке на клавиатуре. Но я сразу же догадался, что это какая-то компания. И, в принципе, ребята, звучит реально нормально. И даже догадайтесь, что это за бренд. Это бренд, ребята, HP. Вы все его знаете. И, ребята, на самом деле, таких сокращений реально много. Можете поискать и использовать. Вот, допустим, ребята, никнейм Хевла. Чем он плох вообще? Да ничем. Нормально зовется, ребята. Как бы я всегда произносил в катке его полностью. И мне было, в принципе, это удобно. Так что, ребята, просто заходите в интернет, заходите в Google и просто вбивайте, что вам, допустим, нравится. Например, ребята, газировка. Вот, реально, газировка. Как бы все пьют, все знают. И, допустим, я уже просто вбил и что-то ее уже нашел. Реально, что-то нормальное. Доктор Пеппер, ребята. Вот Пеппер. Чем плохой ник? Я не знаю. Реально, офигенный ник. Замените там еще пару букв. Там Беппер, я не знаю. Уэпер. Можно много чего придумать. Самое крутое, что ники компании можно легко очень менять. Просто меняете одну букву. Звучит так же прекрасно. Но уже у вас почти что может сказать оригинальный ник. Далее, ребята, Швепс. На самом деле, реально, название просто офигенное. Но, я думаю, читать ее будут все как-то по-разному. Так что это такое себе. Ну, вы можете как-то придумать и написать, чтобы все понимали. Так что, ребята, реально все элементарно. Вбивайте какую-то свою любимую сферу. Вбивайте бренды и ищите какие-то бренды. Но желательно не какие-то там самые крупные. Допустим, у меня тут в газировке тоже было Пепси и Кока-Кола. Но это ясен пенешек. Какую-то говно полное. Меняйте пару букв. Там, допустим, первую букву, ребята, изменяйте. И уже все всегда офигенно получается. Просто алфавит перебирайте. И у вас офигенный никнейм готов. В принципе, ребята, на этом все. Кидайте свои никнеймы в комментарии. Если было полезно, прожимайте лайк. Пишите комментарий. А с вами был Майор. Всем удачи и всем пока.